С чемоданами и с хорошим настроением коллектив небольшого театра переехала в новое просторное здание по прежнему адресу. Улица Пушкинская, 1, дробь 11. В тот же день на нём появилась вывеска с фирменным названием «Театра», которая теперь начинается с латинской буквы «Н». Получив ключи, актёры сразу же разошлись по своим гримёркам, ведь теперь их предостаточно. Сейчас в театре работает почти 80 человек. После переезда коллектив вырастет до 170 человек почти в два раза. Воспользовавшись моментом, мы заглянули в гримёрку к молодым актрисам. В светлых и просторных помещениях есть не только столики с зеркалами, но и санузлы с душевыми. Оставив чемоданы, актёры встретились на большой сцене. Здесь их ждал сюрприз. Есть традиция, когда сдаётся новый театр, в центр сцены прибивается пятачок. Это, с одной стороны, чтобы вы видели всегда, что удача с вами, чтобы вы точно знали, где в центре. Она с нами. Держиваться с нами, конечно, с нами, да. Директор, художественный руководитель Эдуард Терехов и главный режиссёр театра Марина Корнева осуществили эту традицию, забив медный пятак в центр авансцены под бурные аплодисменты всех присутствующих. Цветовая гамма в зрительном зале осталась неизменной в синих тонах, но его вместимость благодаря реконструкции увеличена почти в два раза – со 180 до 300 мест. Общая площадь здания выросла практически в 10 раз. В здании ещё чувствуется запах краски и кое-где продолжаются пусконаладочные работы. Огромный плёшевый медведь, подаренный театру 10 лет назад и ставший его символом, поселился в светлом просторном фойе первого этажа. Здесь же занял своё почётное место новенький белый рояль. Сложная гамма чувств, потому что, с одной стороны, здесь прожито, вот на этом месте прожито 20 лет, и три года из этих 20 лет это здание рождалось, оно вырастало. Как отметил Эдуард Терехов, в жизни театра наступает новая эра, предстоит огромная работа. Вот это здание, кроме того, что оно свободное, просторное, оно уютное, оно красивое, это ещё колоссальные возможности для творчества. К радости новоселья здесь ещё и примешивается радость от перспективы работы. Да, вот сколько здесь всего предстоит сделать. Вот мы уже лет на семь точно уже распланировали, что нам нужно будет здесь сделать. Проекты будут воплощаться, начиная с фойе. В театральном двухэтажном кафе появятся спектакли в стиле театра Кабаре. 12 последних спектаклей, созданных в маленьком пространстве на Спасской, будут адаптированы под новые камерные залы-трансформеры Чехов и Шекспир с мультимедийным экраном. Для новых площадок придётся с нуля пересмотреть световые партитуры. А также предстоит расконсервировать спектакли, которые когда-то шли на большой сцене. Тем временем коллектив приступил к застольному периоду репетиций новых спектаклей. В большом зале предстоит научиться работать с новыми механизмами. Всю их сложность можно оценить, заглянув под сцену в трюм. Здесь находится непростой организм поворотного круга с шестью люками провала. При помощи них человек или предметы могут уйти под сцену, а потом точно так же появиться. Оборудование находится в процессе пуска-наладки. Механизм, который будет поднимать, опускать оркестровую яму. Вот три сегмента, то есть её можно будет всю поднимать, опускать, можно по отдельности каждый сегмент. В театре появилось четыре складских помещения для костюмов, реквизита и декорации. Бутафорский цех наконец-то увидел свет. В старом здании он находился в подвале. Теперь в этом цеху аж четыре окна. На первом этаже расположилась столярная мастерская, оборудованная по последнему слову техникой. Театр может похвастаться и большой прачечной, единственной театральной в нашем регионе. Здесь машинки для цветного, для белого, для лёгкого, для тяжёлого, сушиные шкафы, покрасочные ванны. Пошивочный цех оборудован современными швейными машинками, утюженным и раскроенными столами, примерочными, вышивальной машиной. Мастеров пока шесть, в дальнейшем планируют пригласить ещё двух. Ещё одно пространство – Вишнёвый сад. Территория, прилегающая к театру, тоже начинает обустраиваться. Там высадили первые деревья, разместили сцену. Здесь будут показывать спектакли в тёплое время года. Официально новое здание откроется 8 сентября. Главным событием торжества станет второй международный театральный фестиваль спектаклей для всей семьи вместе. Он соберёт в Ульяновске лучшие спектакли для семейного просмотра с детьми театральных коллективов из России и стран СНГ. В мае и июне небольшой театр представит спектакли на выездных площадках города и области.